Сахачкир Браво! Как проникновенно вы поёте! Здравствуйте! Николай, представьте ваших спутниц. Мы так понимаем, что это всё ваша семья. Да. Не в полном сборе, но это малая часть семьи. Дочь, старшая дочь моя, Радмила. Артистка театра и кино. Драматург. Вокалистка. Танцовщица. Это невестка моя, Анжела Лекарева. Тоже артистка театра и кино. Балетмейстер. Ну, хотел бы ещё немаловажно, что отметить. Анжела совсем недавно подарила мне долгожданного одиннадцатого внука. О, поздравляем вас! Поздравляем! У вас одиннадцать внук? Да. А сколько у вас всего в семье? Всего в семье? Не так уж много. Три дочери, невестка, сын, три зятя. И вот одиннадцать внуков. Но все так или иначе с музыкой связаны? Да, вы знаете, даже уже самый младший, вот Николай Николаевич, которому вот недавно исполнилось четыре месяца, и то уже под песенку начинает что-то там в коляске такое уже, знаете, такое вырисовывать. Можно же сказать, что театр Ромэн, которому 85 лет в этом году отличается, он второй дом для вашей семьи. Вы знаете, зачастую он даже бывает первым домом. На самом деле. Потому что, знаете, вот наши детки, скажем, они все практически выросли за кулисами в театре Ромэн. Ну, такое часто бывает, скажем, вот если репетиции ежедневные, ну, куда деток девать? Естественно, мы их забираем с собой с малых лет. Они там в колясочках, в гримерках у нас там находятся. Ну, так что иногда даже театр Ромэн для нас, пожалуй, не второй, а первый дом. А в театре и семьи складываются, да? Бывает, да, встречаются там. Ну, вот вам пример, да? Вот пример. Вот пример. Да? Своих возлюбленных встретили в театре Ромэн. А есть какие-то особенные традиции? Вот как живет театр Ромэн? Мы стараемся нашим актерам, особенно молодым, привить такое чувство, знаете, как доброта, уважение. Ну, тем не менее, мы всегда придерживаемся того, что мы не являемся диктаторами, да? Скажем, мы не держим молодежь в дежурных рукавицах. Да, естественно, дисциплина должна быть, но мы от них единственное, чего требуем, это, конечно, уважение к нашим корифеям. А эти традиции, они неизменны? Вот уважение к нашим корифеям, я думаю, это неизменно всегда. А вот что поменялось вообще в жизни цыган, в принципе, вот в культуре цыган за последнее время? Пришли там цифровые технологии. Что изменилось, скажем, за последние, ну, скажем, там, где-нибудь, 50-70 лет? Вы знаете, на мой взгляд, вот что бы я подчеркнул, если раньше, скажем, не допускалось у цыган смешанных браков, это вопрос очень серьезный. Принципиальный был вопрос, да. То есть раньше доходило просто до того, что, скажем, если цыган или цыганка выбрали, скажем, себе в спутнике или в спутнице жизни, скажем, не цыгана, доходило просто даже до того, что эти цыгане, скажем, изгонялись из табора. Ну, это, конечно, было давно, это еще дореволюционные времена. Что касается сегодняшнего дня, то это, скажем, вполне не под запретом. Но я хочу оговориться, есть еще и такие, конечно, цыгане в России, которые этого правила придерживаются очень жестко. Ну, я, скажем, в целом я говорю о себе. Что касается меня, то для меня, скажем, главным критерием является, чтобы моему сыну, вот когда он женился, и моим дочерям, главное, чтобы рядом с ними были надежные спутники, с которыми... Чтобы счастье было, конечно. Да, конечно, самое главное счастье. А что касается того, понимаете, понятия национальности, для меня вообще в жизни существует две нации. Хорошие люди и плохие. Мы с Машей целиком поддерживаем. А у нас еще вопрос к девушкам. Вот помимо цыганской музыки, цыганских романов, вас еще что сегодня привлекает на эстраде, на сцене? Что вы слушаете, кроме цыганской музыки? Ну, мы, как и вся молодежь, любим не только нашу традиционную музыку, мы также увлекаемся и современной музыкой эстрадной. Леди Гагу слушаете, например? Мы сами пишем в этих различных направлениях тоже музыку. Вот я тоже пишу и сол, и R&B на английском, на русском, на цыганском. R&B? Поэтому нам ничего не чуждо современное. Если говорить о костюмах, то они как-то изменились за последние, допустим, 50 лет? Я думаю, что очень сильно. Нет, это обязательно цыганские юбки, их там 100-500 штук и украшения. А сейчас это все бутафория или оно аутентичное, как это слово? Смотри-ка. Да-да-да. Это кофточки, современные элементы, корсеты. Потом цыгане, они же выходцы из Индии пошли по всему миру. Поэтому стиль костюма имеет право быть тоже любой. В арабском стиле, в инспанском стиле, в русском стиле и во многих... А есть какие-то костюмы, которые по наследству передаются из поколения в поколение? Вы знаете, конечно, есть. Но, к большому сожалению, в нашей семье таких костюмов, которые достались бы, скажем, от пра-пра-пра-пра, не осталось. Так вы свои берегите. Было много чего, поэтому бережем. Но, опять-таки, наши старшие, они ведь пережили войну. Конечно. Сами понимаете. Тогда уж было, скажем, недосохранение традиции. Тогда была самая главная задача сохранить своих деток. Если возвращаться к музыке, что вы сейчас, какую музыку подарите нашим зрителям? Ну, я с удовольствием для наших зрителей и для вас тоже исполню песню «Дадо-дадо», что означает в переводе «Папа-папа». Такая шуточная цыганская песня о том, как папа пошел, скажем, на рынок купить деткам продукты. Кое-чего купил, кое-чего не купил, денежки потратил неизвестно на что. Ну, и детки его так это легонечко отчитывают. «Папа, ну что ж ты натворил, папа? Мы тебя ждали с чем-то, а ты пришел без ничего». Отлично, слушаем музыку. Это была программа «Календарь». Я Юрий Алексеев. И я Мария Василевская. Пишите нам по адресу календарь-собачка. Хорошего вам дня, но сейчас артисты театра «Роман». Пишите нам по адресу календарь-собачка. 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 Пишите нам по адресу календарь-собачка.